Мотоклуб «Ночные волки» создан еще в далекие советские времена. Живая легенда современной России. Изначально они обеспечивали охрану рок-музыкантам. Сегодня же, несмотря на то, что во всем мире байкеры имеют репутацию хулиганов, русские волки олицетворяют собой мощь и силу. В этом году Одинцовские и Звенигородские байкеры приехали на центральную городскую площадь, чтобы дать официальный старт новому мотосезону, а также увидеть мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи мотоциклисту, попавшему в ДТП. И лишний раз задуматься о безопасном вождении и соблюдении правил на дорогах. Пригласили специально для участия в открытии учебный центр «Газпрома». Будем показывать мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи мотоциклисту, попавшему в ДТП. На самом деле, очень много у нас наших братьев, как бы попадая в ДТП, к сожалению, очень много гибнет, очень много получает ранения, несовместимые иногда даже с жизнью, из-за несвоевременного оказания помощи. Кстати, «Ночные волки» – это не просто мотоклуб, а объединение мужчин, которые уважают и чтут российские ментальные ценности. Любовь к родине и справедливость для них на первом плане. 9 мая – это великий святой праздник, который у нас является главенствующим мероприятием. В принципе, каждый год мы поздравляем ветеранов, дарим им подарки, оказываем им внимание, что для них очень важно, потому что с каждым годом их становится все меньше и меньше. И внимание и забота о них – это тоже первостепенная задача для нашего клуба. Особое место в байк-культуре занимает, конечно, мотоцикл и отношение хозяина к нему, а также имеет значение год и страна его производства. Железный конь – мощный и быстрый визитная карточка любого байкера. Например, вот этот мотоцикл марки «Драгстар» из Америки 2009 года. Кто бы мог подумать, но любовь к мотоциклу может стать хорошей семейной традицией. Ане всего 17 лет, но она уже уверенно управляет байком и не собирается бросать свое увлечение, привитая отцом еще в раннем детстве. Мне как-то это понравилось, и теперь каждый год мы с папой, как только открывается мотосезон, мы с ним куда-нибудь ездим, катаемся. Вот открытие сегодня, достаточно такая здесь теплая, приятная атмосфера, поэтому мы решили поехать, и у нас сейчас цель проехать полностью всю дистанцию. После общего сбора двух подмосковных мотоклубов байкеры дружной колонны отправились в Крокус-экспо, где состоялся массовый старт мотосезона 2017. Завершился традиционный праздник мотолюбителей уже глубокой ночью на Воробьевых горах в Москве. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.